Катюш, ну давай с самого начала, как складывалась сегодня турнир? Внешне казалось, что все достаточно благополучно. Турнир складывался достаточно, ну, с моей точки зрения, тяжеловато все-таки. Потому что у меня было много моментов, когда я вела в бою, а потом получалось счет равный, и даже соперница выходила вперед, но где-то находились силы вернуться обратно в свою кулею и дожать. В чем ты это связываешь? Мы пока не делали работу над ошибками, но первые вот такие, пока сейчас одни эмоции. Возможно, я сегодня немножко не доверяла сама себе, то есть я много передумывала. Опять-таки, если все у тебя идет хорошо, продолжай делать то, что ты делал. Я начинала копаться, и все это происходило во время боя, и поэтому уходила как бы от своего фехтования совершенно в другую сторону. Но хватало времени вернуться, что не могу сказать о полуфинальном бое, где я себя просто не нашла, даже не успела найти. Ну, с Харламом всегда, конечно, тяжело. Понятно, что она на ходу, да, и очень мощно, конечно, смотрится последние годы, но все-таки ведь существует же, нет, да, идеальных спортсменов. Я могу сказать то, что она сегодня показала свое фехтование, то есть действительно, что она способна. А я, например, не смогла предложить ей ничего, ничего из своего арсенала. Опять-таки, психологически больше это или эмоционально будем разбираться уже с тренером, наверняка завтра. Я дико извиняюсь перед теми болельщиками, перед Россией за такой, мягко сказать, неудавшийся полуфинал. Нет, ну, с одной стороны, он был красивый. Нет, нет, там было два момента достаточно таких серьезных, то есть ты пыталась, было видно, что ты пытаешься, и ты где-то даже зацепилась, да, немножечко. Но, конечно, отрыв был большой. Я боролась до конца, но, опять-таки, можно ли это назвать борьбой? Я не смогла реализовать то, что я на самом деле умею. И я хочу работать дальше. Я считаю, что много впереди работы именно, то есть много очень не сделано, я много чего еще не умею. И, возможно, именно этого сегодня мне не хватило. Скажи, пожалуйста, ну ты вообще соблистка, спортсменка высочайшего уровня, да, над чем еще можно работать? Что это так, так, тактика, это техника или это какое-то что-то другое? Опять-таки, существуют проблемы в технике. Они не могут просто как бы в один момент взять и чудесным образом исчезнуть. Это многолетняя плодотворная работа. Есть над чем работать, потому что фехтование все время меняется. И надо подстраиваться, подстраивать свою технику и тактику под до сегодняшние реалии. Опять-таки, где-то надо поработать с физикой, потому что наверняка на фоне Харлан действительно я смотрюсь немножко физически слабее. И психологически мне, конечно, надо как-то по-другому подойти, потому что чисто внешне я пыталась себя убедить, что я не боюсь Харлан. Но, как выяснилось на практике... Ну, на самом деле, я думаю, что просто, конечно, эмоционально немножко, так скажем, ты, ну, может быть, не лучшим состоянием, но у тебя тяжелый, конечно, сезон, но сезон очень хороший, мне кажется, и я уверена, что, в общем, все сложится. На самом деле, как с командными соревнованиями? Готова, не готова? Мы должны подойти с девочками через два дня в свою оптимальную форму. И я буду прилагать все свои усилия, чтобы добиться этого. Очень хочется провести турнир на достойном уровне. Опять-таки, исправить какие-то ошибки, которые были допущены в личных соревнованиях. Я думаю, все получится. Спасибо тебе большое. Спасибо. Что могу сказать? Я с американкой фехтовала один раз. К сожалению, проиграла ей. Выходила на встречу, знала, что нужно делать, но она меня спровоцировала не на те эмоции. И я уже вышла из своего боя и уже начала обращать на другие факторы, нежели чем на саму встречу. И, соответственно, это повлияло на исход боя. Поэтому я третья. Слово об эмоциях. Вы так бурно реагировали на все победы. Не жалко ли эмоции? То есть какие-то растения. Тигрицы. Да, да, да. Ну, это эмоции. Они как бы не наигранные. Это как бы приходит. И иногда наносишь удары. И у тебя нет сил кричать. У меня были эмоции. Я плакала, когда я выиграла с гречанкой. Когда я еще фехтовала с ней, уже при счете 13-11, когда я проигрывала, у меня уже слезы текут. Я думаю, господи, что же мне делать? Что же мне делать? Это мой единственный шанс. И зато как-то, мне кажется, это все равно людей как-то заботит. От этого я как бы свои эмоции показываю зрителям, на это реагируют, дают тоже позитивные эмоции, которые тоже все это собирается. И в совокупности ты как бы чувствуешь в себе силу вот эту, с которой ты уже продолжаешь биться. И эта усталость, которая приходит с боем, она как бы все равно угасает. И ты находишь эти силы, чтобы дальше продолжать бой. Если говорить именно о Казани, то Казань вообще замечательный город. Мне здесь безумно нравится. Зал тоже прекрасный. Жалко то, что, конечно, был у нас перерыв во времени. Это достаточно повлияло. Я жалею, что не мальчики начали первыми фехтовать. Потому что, когда ты в Кураже, естественно, ты разогретый, ты готов биться. И у тебя как бы за тобой эти эмоции все. А когда такой большой перерыв, ты поехал в гостиницу, посидел, помылся, пошел поел. Тут уже и спать захотелось. Спать нельзя, зубочистки в глаза вставляешь. Приходишь уже. И я пришла в зал, и мне хочется спать. Я уже уставшая, я пытаюсь бодриться. А если бы сразу фехтовали бы, я уверена, что исход матча был бы другой. Спасибо большое. Пожалуйста. Соня, по сравнению с чемпионатом Европы, который был, наверное, меньше месяца назад, совсем по-другому. Ты выглядишь? Что-то видно со стороны. Ну, и, наверное, чувствуешь себя немножко по-другому. В первую очередь, конечно, чемпионат Европы. Я тоже неплохо была готова. Но не смогла полностью эмоционально, наверное, раскрыться и показать лучше фехтование, чем было до чемпионата Европы. Но сейчас, за этот месяц, мы действительно сделали скачок вперед и, скажем так, максимально пригляделись к максимальной форме, да? Но они еще не до конца, конечно. И поэтому все-таки определенный максимум я сегодня, наверное, сделала. И у меня проиграла, я считаю, достойно. С одной стороны, конечно, жалко. Потому что я верила, мне очень хотелось как-то какой-то фурор произвести, что я смогла вернуться, попала в тройку. Но, видимо, еще действительно форма недостаточно набрана. И своим фехтованием сегодня я очень довольна. Лучшее мое фехтование в сезоне получается. Замечательные бои, замечательные счета, замечательные приемы были. Поэтому даже из всей моей спортивной карьеры, наверное, не так много, можно сказать, турниров, где я именно хорошее фехтование показывала. Ты сегодня, тебе понравилось? Мне, да, очень понравилось. Скажи, пожалуйста, вот, так скажем, феномен Оли Парлан, по-моему, очень уверенно, конечно, она выглядит. И здесь она тоже очень уверенно выглядит. Есть ли какие-то вообще с ней шансы бороться? Конечно, она что-то человек. Просто настолько у нее часто и постоянные стабильные победы, уверенность, авторитет перед судьями, авторитет перед спортсменами, да, с этим надо справляться другим людям. Оля делает то, что делает, хорошо перестраивается, хорошо эмоционально собой владеет. Просто где-то люди не дорабатывают. То есть ты хочешь сказать, что это чисто психологические моменты и о уровне ее, так скажем, сопоставления? Нет, уровень, он и так, уровень показан результатом, то, что она лидирует и уже достаточно давно и долгое время. Поэтому уровень у нее есть. Я говорю про то, что она уверенно выглядит и почему большая часть спортсменов ей проигрывает, да? Только про это. Хорошо, скажи, пожалуйста, сегодня все-таки было видно, что ты... Нелегко тебе сегодня было, да, ты проигрывала во всех боях, но было видно тоже на ходу, как ты набираешь, да? То есть ты вот чувствуешь эти моменты, что-то и радовало. Вот ты это ощутила сама, да? Да, вот это и радовало. Когда начинаю фехтовать каждый бой, достаточно сложно почему-то определить мне линию боя, линию поведения, поединка. И получается, проигрываю в каждом бою. В дальнейшем, если раньше я быстро... Сдавалась. Нет, нет. Если раньше я быстро меняла решение, то сейчас, да, немножко больше времени. Но благодаря этому чемпионату мира я больше пофитовала, я больше пофитовала с разными странами, с разными соперниками. У меня были разные счета, и проигрывала, и выигрывала, и догоняла, и опережала. Поэтому это придает мне уверенности и просто порадовала то, что я смогла из сложных ситуаций сегодня найти выход. Это сама цена, наверное, за сегодняшний день. Да. Скажи, пожалуйста, ну, такой стандартный вопрос, прогноз на командное соревнование. Но я думаю, что вы будете бороться за самый высокий результат. Мы все делаем для этого. И мы работаем для того, чтобы бороться за золото. Ну, хорошо, будем ждать его. Спасибо. Спасибо. Третье место. Представительницы Российской Федерации. Яна Ягарьян. Екатерина Чеченна. КОНЕЦ Продолжение следует...